Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы возвращаемся к DaVinci Resolve. Я сделал уже 7 видео по этой программе, казалось бы хватит, но люди смотрят и просят еще. Ну что ж, тогда начнем сначала, но уже более детально. Не знаю сколько скринкастов я еще сделаю по DaVinci, буду стараться максимально коротко. И только о том, чем пользуюсь сам постоянно. Ну то есть программа эта не очень простая, тут огромное количество всего, но есть вещи, без которых можно обходиться при монтаже, а есть что-то, что просто необходимо знать. Вот о необходимых вещах мы и поговорим. И вот уже даже здесь, в этом окне, есть на чем остановиться. Окно проектов. Здесь собраны все проекты, над которыми вы работали. Новый проект вы запускаете, нажав на Untitled. Чтобы не путаться здесь, если у вас куча проектов, можно создать папку, например, скринкасты и сложить туда все проекты, относящиеся к этой теме. А это кстати интервью, их тоже можно сложить в отдельную папку. Так уже получается красивее, согласитесь? Ну и потом вы можете зайти в папку, выйти из папки. Информация может не очень полезная, это так для красоты, а вот следующая функция уже важная. Если вам нужно перенести проект на другую машину или отправить кому-то, вам нужно найти файл проекта, которого в DaVinci формально нет. Он где-то в закромах, в отличии, скажем, от Adobe Premiere, где вы сами выбираете куда его сохранять. Так вот в DaVinci есть понятие экспорт проекта. Выбираете проект, выбираете куда его экспортировать и он отправляется туда с разрешением DRP. Давайте для наглядности удалим проект отсюда. Вот он у нас безвозвратно потерян, казалось бы, но нажав правую кнопку, выбрав импорт и указав где лежит файл DRP, мы его полностью устанавливаем. Причем файл проекта это не весь проект, это только информация о том, что мы делали в DaVinci с исходниками, исходными видеофайлами. Сами видеофайлы вам нужно переносить отдельно и в этом смысле этот проект не показателен, тут исходники давно уже удалены. Выберем проект, в котором исходники еще есть. Вот он. Причем в одном проекте может быть несколько таймлиний, фактически это отдельные проекты. Переключать их можно, например, здесь. Видите, тут собраны шесть моих последних скринкастов и все они в одном проекте. О таймлиниях мы поговорим потом отдельно, а пока экспортируем проект. И опять же для наглядности удалим его отсюда. А, он не может его удалить, потому что проект открыт. Сейчас откроем другой и удалим тот. Вот. И даже больше. Запутаем DaVinci окончательно и спрячем от него папку с исходниками. И это не для того, чтобы поиздеваться, а просто если вы перенесете проект на другую машину, понятно, что расположение папок будет другим. В 98 процентах случаев путь к исходникам поменяется и сделав импорт вы увидите красное окно смерти. Файлов нет, все пропало, что делать шеф. Главное не нервничать. Заходите в закладку медиа, находите недостающие файлы. Вот они. Помечены красненьким. Выделяете, нажимаете правую кнопку мыши и relink selected clip. Можно еще делать через change source folder, но я советую через relink, не буду объяснять различия. И тут достаточно хотя бы приблизительно указать расположение папки. DaVinci найдет, он хитрый. Да, буквально секунда, файлы восстановились. На самом деле это нужно не только при переносе проектов с машины на машину. Бывает, что исходники разбросаны где-то на компьютере, забыли, удалили что-то или переместили папку. Над проектом работали две недели, все пропало, все заново. Нет, relink clip, вам в помощь. И еще раз уж мы здесь, в меню правой кнопки мыши, еще об одной штуке, которая лично мне немножко потрепала нервы в свое время. Настроек тут много. DaVinci вообще отличается очень длинными меню, причем сейчас в 15 версии тут все достаточно аскетично по сравнению с предыдущими. Тут есть важные вещи и второстепенные. О важных мы еще поговорим, а пока об отображении альфа канала. Тут есть свойства клипа, clip attributes. Тут много всего, но это либо и так понятно, либо не очень важно. И есть такая штука alpha mode, то есть режим прозрачности. Эта настройка вынесена еще отдельно сюда. Зачем, кстати, непонятно, если она есть там. Когда вы берете какой-то клип, у которого есть прозрачные области, вот эти черные поля это на самом деле прозрачные куски. Так вот, по умолчанию тут стоит known. Это я уже поменял, но вернем на то, что по умолчанию. Ноун, как не сложно догадаться, это нет. То есть прозрачный не отображается. И мы имеем, если положить такой файл, вот такие черные поля. Причем неважно видео это или какое-нибудь изображение, скажем, в PNG с прозрачностью, черный экран и никакой альфы. Заходим, меняем сноу на премульте что-то там и имеем отличный прозрачный слой. Мелочь, но если не знать где поставить галочку, в какой-то момент можно очень сильно понервничать и помучаться. Наверное, я продолжу время от времени делать скринкасты по DaVinci. Буду добавлять их в один плейлист, ссылка в описании, поэтому если не хотите пропустить, подписывайтесь на канал. Ну и пишите, какие процессы в работе с DaVinci вам непонятны, попробую объяснить, если знаю. Ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok